Здравствуйте, шо ватофа, гутывох, хорошей недели. И мне сказали, что я еще должен говорить гутвик. И мы начинаем у нас 128-й урок по теме Мишли. И мы находимся в главе номер 15, 22-я глава. Шлома Мелых говорит, без совета расстройство помыслов, а при многих советников они сбудутся. И говорит на эту тему Мальбим так. Мальбим, я забыл открыть, извините. Говорит Мальбим так, что хафер махшавот, я на иврите прочитаю, хафер махшавот бээйн сот бэрофь яцым такум. Говорит Мальбим, что я уже объяснял, что есть разница между махшава, этца и тахбула, между мыслями махшова, между этца совет и тахбула это действие. Что все возможные вещи, которые приходят в сердце к человеку, в его мыслях, называются махшавот. Если он советуется и выбирает один из советов, который он делает, то это называется на иврите ица. Если он советуется и соединяет много различных советов и применяет их один за другим, то если он не достигает того, что он хотел достичь посредством первого совета, то он делает по второму совету, и это называется тахбула действие. Ну, действие-то я перевел, тахбула, когда человек применяет один совет, если он не получается, применяет другой совет. Махшавот, мысли, шаялу-балибо, которые у него находятся в сердце, нужно их сохранять в тайне, потому что если они станут известны, то его неприятели, враги или те, которые хотят для него какого-то зла, то они применят свои знания, которые они от него получили, и тогда он не сможет сделать никакой совет, который поможет ему достигнуть того, чтобы его махшавот сбылись. И тогда нужно много-много советов, которые приходят для того, чтобы расстроить один совет, который сделан против него. И это написано, что из тахбулот, из различных действий вытекает милхама, война. То есть, когда человек применяет различные советы для того, чтобы подумать, как правильно провести в жизнь то, что ему требуется, достигнуть нужного результата, и он встречается с тахбулот-фухот, с обратными действиями, направленными против него, то это называется война двух ЭЦОД, двух советов, которые получаются. Поэтому нужно ров ЕЦИМ. Во время войны нужно много советников, что тогда, несмотря на то, что один из советов окажется расстроенным, не выполненным, вместо этого придет наимбосмен на другой, и так много советов, чтобы он не попал в тупиковую ситуацию, и мог всегда сменить один план на другой. Так Мальбим объясняет этот пасук. Таким образом, что он имеет в виду? Как надо читать этот пасук по Мальбиму, что если нету ЭЦИ, то есть, если есть столько мыслей без советов, то получается, что если происходит расстройство помыслов, то есть, какие-то причины, по которым эти мысли не могут сбыться, то получается полная хана, полная невозможность выполнить свои замыслы. Но, когда у него есть много советников, много разных путей, которые он продумал, то они сбудутся, потому что если не сбудется один, то сбудется другой. Так Мальбим учит этот пасук. Гаон здесь пишет очень хородко. Он пишет, что Что то, что расстраивает мысли, это когда нету тайны. Имеется в виду, что поскольку человек не сохранил тайну, то есть, тот совет, который он получил, что значит, он не сохранил тайну, не получил тайну, он не приобрел себе тайное знание, имеется в виду, не посоветовался с мудрецами, которые дают советы. Поэтому его личные мысли, они будут расстроены. То есть, Гаон идет по пути того, что этот пасук учит нас немножко новой Накуде. Накуде, которая говорит о том, что для того, чтобы человек знал, по какой дороге ему пойти, и как правильно выполнить то, что он хочет, ему нужно советоваться с людьми, которые называются Толмидей Хохомим, для того, чтобы узнать, какой правильный путь выбрать для, ну, я не знаю, для Чувы, для любых действий, которые ему надо произвести. И здесь Гаон нам Мицатет приводит кусочек, который находится в другом месте, в 20-й главе. В 20-й главе есть такое предложение. Махшавот мысли, бейцатикон, ты должен приготовить советами, вэтахбулот асамилхама, а многие действия приводят к войне. То есть, Мальбим тоже привел этот же кусочек, только немножко как бы в другом разрезе. И объясняет Гаон, что Махшава, который человек, мысль, с которой человек посоветовался с Хохомим и Юйцим, с советниками, мудрецами, она приготовит, сделает готовым и годным для того, чтобы эта Махшава сбылась. То есть, те советы, у человека есть какой-то план, он должен посоветоваться с людьми, со своими советниками, с мудрецами, чтобы решить, по какому пути идти для выполнения этого плана, и тогда план сбудется, как сказано, бров яцим такум. Когда есть много советников, то это такум восстанет. Батахбулот асамилхама имеется в виду, что Милхама, ей не помогает совет, но здесь уже нужны что-то другое, которое называется такбулот. Что это имеется в виду такбулот? Нужны уже какие-то более взвешенные действия, которые, совокупность этих действий, она приводит к победе, к войне. Просто ица, просто совета здесь недостаточно. И то же самое в службе, это пока говорилось про какие-то обычные земные дела. Теперь Агро переводит это на службу Всевышнему и говорит, что то же самое в Абадад-Баре, когда человек служит Создателю. Как нужно идти по дороге Гошему? Нужно советоваться с мудрецами и праведниками, которые уже находятся на нужном пути и выбрали уже этот путь. И они не отталкивают, не оттолкнут себя каким-то пустым звуком. И что говорит Есер-Гара в этом случае? Есер-Гара приходит и говорит, что не надо ни с кем советоваться, выбирай свой путь сам. И тогда человек должен пойти к мудрецам для того, чтобы посоветоваться, как воевать с Есер-Гарой. И здесь нужно самостоятельные действия, которые делаются. И не поможет здесь только получить советы без того, чтобы я не произвел какие-то действия. То есть, после того, как человек, когда речь идет о войне с Есер-Гарой, недостаточно человеку получить советы от Талмидей Хамим и от Саддиким. Потому что войну он ведет лично. Он может использовать и должен использовать эти советы для войны с Есер-Гарой. Но так было действие он должен производить сам. Это то, как учит Гаон пасук в 20 главе. И тогда он переводит этот пасук и соединяет с нашими. Что у нас тогда получается? Получается такая картина, что если человек не принимает сот, тайны, то есть не получает советов, то в этом случае его макшавод, его мысли будут рассеяны, не сбудутся. И, секунду, поэтому, поскольку он не принимает советы, то его мысли не сбываются и не осуществляются. Но когда есть очень много советов, то есть он начинает исследовать эту вещь с разных сторон и получать разные советы по поводу своих планов на жизнь, то тогда это осуществится. И здесь сказано слово сот, а не слово яйца. Здесь используется на иврите слово тайна, говорит Гаон. А не слово совет. Почему? Потому что Шлома хочет показать нам, что если человек открывает свои тайны другим людям, то эти мысли не будут сбываться. Существует определенный иньян, определенный смысл, свои планы на жизнь сохранять быцина в тайнах, не сообщать для того, чтобы они сбывались, потому как кто-то может подставить ножку из врагов, как объяснял Мальбин. Или просто вещь, которая ютер сади, более скрытая вещь, она лучше осуществляется по разным каким-то причинам, которые, в общем, более или менее понятны, поэтому я не хочу особенно выяснять. Здесь есть еще один момент, но его лучше, я думаю, мы разберем в следующем предложении. Следующее предложение говорит, я начинаю с русского языка, радость человека в ответе его уст, и слово ко времени очень хорошо. Мальбин, да, я должен на иврите прочитать, извините, Шлома Меллах говорит, Симха лаишба маа на пив, Веда варба и то ма тоф, Радостью человека, когда есть ответ в его устах, и вещь, которая соотносится с временем этой вещи, насколько она хороша, насколько она вовремя. Говорит Мальбин так, что имеется в виду, что Человек, у которого законы мудрости находятся постоянно упорядочены в его устах, до того состояния, что во время, когда ему задается вопрос, то он может сразу же отвечать, У этого человека есть радость от того, что он может ответить на вопросы Торы, и мудрость Торы находится у него внутри уст, и он постоянно может сразу же ответить на вопрос. Это радость человеку, что он знает, что происходит в мире, в Торе и так далее. И известно, что уста, они намекают на мудрость, хохма, и если он ответит какую-то вещь в свое время, во время, когда нужен этот ответ, тогда это будет очень хорошо и позитивно, поскольку его мудрость, она поможет во время, когда в ней нуждаются. И это тахлис, и это цель Ло-Ильба и то, чтобы вовремя оказать помощь, чтобы вовремя оказать какое-то нужное действие. И это более, чем кодом Шиасимха Лола-Вадо. Это как бы прежде, чем... Это больше, чем та симха, та радость, которая у него самого, потому что этим самым он делает хорошо не только себе, но и окружающим, которые в этом нуждаются. То есть Мальбин объясняет, что в принципе, когда человек умеет отвечать вовремя на вопросы, его хохма находится у него в таком уровне, что как только, когда задается вопрос, он знает ответ на этот вопрос и может ответить, это понятие называется симха. Но в тот момент, когда человек может ответить вовремя, тогда, когда нуждается в этом, не просто мгновенно ответить на часть вопросов, а ответить к тому месту, к которому это нужно, ко времени и к месту, где мы сейчас находимся, то это ее термисимха, это не только радует самого человека, это еще и помогает тому, кто спрашивает. Поэтому это больший уровень знаний, больше уровень хохма, чем просто уметь отвечать на вопросы. Он ответит на вопрос вовремя, к месту и сразу же. Теперь объясняет Гаон здесь более подробно. Он говорит, что хохма, она является силой и помогает хохаму. И он радуется в два... Хохма вызывает радость у человека, который хохам, в двух временах. Первое. Когда ему задают вопрос Галахи или вопрос какой-то мудрости, имеется в виду сейчас Торы, и он знает, как на него ответить. И второе. Когда приходит время, которое нуждается в этом, как, например, Галахот, Пейсах, Пейсах и тому подобное, и несмотря на то, что его не спрашивают, тем не менее он должен сам начать рассказывать это, отвечать на вопрос, не ожидая, пока его спросят. И это называется мудрость вовремя, когда человек не ожидает вопроса, но отвечает на вопрос до того, как он был задан. Грубо говоря, существует Раф в синагоге, который дает дрошот между Минхой и Мариевым, как сегодня принято, дает дрошот и говорит на какие-то темы. Когда он говорит свою дрошу, свои, говоря, Тарас, Лаваторе, высказывает перед праздниками, если он говорит то, что сейчас и так всех интересует, то, в чем все находятся, потому что любой человек должен знать законы Пейсаха в Пейсах, Суккотов, Суко и так далее, то это называется человек, который отвечает вовремя, несмотря на то, что ему не задали вопрос. Это второй вид мудрости вовремя. И еще есть вещи, которые нужно сказать и сказать не связанные со временем, без того, чтобы его спрашивали. То есть есть еще определенные вещи, которые человек, который хахам, должен сообщить окружающей среде, окружающим людям, вне зависимости от того, спросили они его или нет, и вне зависимости от времени, в котором он находится. Ответ должен быть дан в любом случае. О чем идет речь? Сейчас он объяснит. Я не приготовил эту гемору в шабате, поэтому более или менее своими словами. Была такая история, что спросили рабе Танхама, его спросили вопрос, можно ли погасить свечу, которая начинает пылать, перед шаббат, до того, как начнется пожар. То есть свеча уже начинает пылать, и видно, что начнется пожар, можно ли быстренько закасить свечу. Ответил. Ана Шлома Ахахматеха. Так сказал Шлома в своей мудрости. И начал приводить кусочки из мышли. Объясняет Раша, зачем он это сделал. Ему надо было ответить, да или нет. Он начал рассказывать какие-то кусочки из мышли Шлома Амеллаха, мудрость Шломова спевать, и так далее, и так далее. Зачем? Объясняет Раша в этой геморе, геморандафиламид, если я правильно помню, что люди обычно, когда дают Рашу, они начинают с того, что говорят какую-то агоду, какие-то слова агоды, не принципиально, говорят какие-то слова агоды, что такое агода, я не знаю, как перевести на русский язык. Как агода на русский язык переводится? Никак. Правильно, я согласен. Начинает рассказывать какую-то агоду, для того, чтобы собрались люди, потому что агоду слушать значительно легче. И потом они уже собираются, и он начинает говорить дальше слова галахи, слова законов, которые более тяжело воспринимаются. И здесь Рафхан Ханон начал именно с того, что он начал рассказывать агоду, для того, чтобы собрались люди. Так Рафтанхум начал говорить. И гемора рассказывает эту историю, а Гагро объясняет, что есть простая кушья, есть куча гемород, когда какого-то раба что-то спросили, он дает ответ, и начинает рассказывать агодот на самые разнообразные темы, не имеющие отношения к действию. Бывает такое, но очень редко, что ему задают вопрос, это можно в шаббат или нельзя в шаббат, а он начинает рассказывать какую-то агоду по поводу самых невероятных вещей. Такого обычно не происходит. Почему здесь Раша говорит, что он это сделал для того, чтобы вокруг него собрались люди? Ответ, что Рафтанхум видел его, что спрашивает про пиколах нефиш, спрашивает вопрос, связанный со спасением жизни. А есть гемора, тоже в шаббате, не знаю, где есть эта гемора, одну секундочку, в Иерушалме Йома есть эта гемора. Гемора, которая говорит, она всюду приводится, а оказывается, в Бабле ее нет, она есть только в Иерушалме. В Иерушалме в Йома приводит гемора, что любой человек, который задает вопрос по поводу пиколах нефиш, во время, когда существует опасность для жизни, он приходит к Раву и спрашивает, можно или нет нарушать шаббат для этой вещи, то он Мигуне и Рав Мигуне, его надо как бы отругать, и Рава тоже гемора ругает, говорят, что они оба плохие люди. И вопрос совершенно непонятный, на первый взгляд. Понятно, что человек, который приходит к Раву спросить, можно или нет спасать еврейскую жизнь в шаббат, он немножечко, ну, надо его похвалить, в скобочках, объяснить ему, что он дурак, и надо спасать жизнь, а не начинать выяснять и бегать к Раву. Но при чем здесь Рав? Чем он виноват? Почему Рава ругают? Он сидит дома, учит Тору, ничего плохого не делает, примуса подчиняет, в это время к нему приходят и задают вопрос, ему надо отвечать на вопрос. Почему? И вот так ругает гемора. Ответ. Потому что он должен был обучить этому своих учеников до того, как возникнет вопрос, чтобы этот вопрос был известен, и ответ был на устах, и любой человек понимал, что в тот момент, когда нужно нарушать шаббат, нужно нарушать шаббат, и не нужно идти и спрашивать Раву. На моей практике вопросы обычно возникают в тот момент, когда человек не понимает, это даст спасение жизни, это нужно или не нужно, а не в тот момент, когда он точно знает, никаких вопросов нет, все очень просто. А когда он не знает, это входит в состояние пикоах, Это надо спрашивать врача обычно, в обычной ситуации. Если ни то, ни другое, невозможный вопрос задать некому, то Аллаха очень простая. Что софик спасения человеческой жизни, мы должны нарушать шаббат. Со временем, когда я начал нарушать шаббат, прошло уже энное количество лет, с того момента, когда я решил так, как мог, начал соблюдать шаббат, поскольку понятно, что нарушения были, и, наверное, сейчас, несмотря на то, что я сейчас на Аллаху лучше, чем 35 лет назад, совершенно явно, думаю, что, тем не менее, сегодня встретятся какие-то нарушения по небрежности, по какой-то длиной причине. Надеюсь, что нет, не могу вспомнить, но были три раза, которые я помню со временем, когда я начал соблюдать, когда я нарушил, и каждый раз я нарушил неправильно. Все три я нарушил абсолютно неверно. И все три я обязан был нарушать, и за все три места, как он даст скар за нарушение шаббата, поскольку это был Софий Поков-Кнафиш, и все три раза это была ошибка. Первый раз это был совершенно тупейший вариант. В доме у моих знакомых, семья Городницких, в городе Ленинграде, производилась бритмила. Мы тогда бритмилу делали, старались делать не в одном и том же месте, дабы нас не засекли. И вот была сделана бритмила перед праздником Шивот. Шивот совмещался с шабатами, было три дня подряд. И доктор, который делал эту бритмилу, он отказался дать свой номер телефона, по понятным причинам он боялся это сделать, и больше он бритмила не сделал. Было единственные две бритмилы, которые он сделал, потом он исчез. Вот. И молодой человек, который один из двух обрезуемых там, сказал, что он боится три дня, вдруг что-то будет. Тогда я ему дал свой номер телефона. Вопрос, что я мог сделать в тот момент, если бы у него что-то произошло, это от Шейла. Это другой вопрос. Но я вынужден был дать номер, и мы договорились, что если ничего, все в порядке, то он не звонит, а если что-то не в порядке, он набирает номер телефона два раза, вешает трубку, а потом три раза. Тогда я знаю, что это ситуация какая-то, это мог быть пикохнепич, скорую нельзя вызвать, бы паштез было в тот момент. Какие-то вещи я уже умел делать, перевязки, какие-то останавливания крови, и мы договорились, что так сделаем. И во второй день Йомтова Шивот раздается телефонный звонок два раза и три раза, я снимаю трубочку, и этот человек говорит, что он звонит, скажет, что у него все в порядке. Вот. Я очень хотелось его убить, и даже иногда сейчас тоже. Вот. Но ничего нельзя было сделать. Паштез, это был Хьюф Гамур. Я потом спрашивал одного из своих рабоним, он сказал, что 100% Хьюф, и сказал, что вот это он может гарантировать, за остальное он не знает, но что за это будет награда Валам Абаба, он гарантирует. И еще два раза было. Один раз, когда я вызывал скорую, я даже не знаю, был уже шаббат или не был шаббат, это было Бене Шимышот на исходе субботы. Я, в общем, почти был уверен, что это бесполезно, что человек не выживет. Это был мой тесть. Я вызвал амбуланс, потому как я не знал, что надо делать в этой ситуации. И, как меня научил кто-то, делал искусственное дыхание до приезда амбуланса. Они приехали и сказали, что мы таких больных не качаем, раковых больных, это не надо качать, дай человеку умереть спокойно, еще одна-две минуты, и все. И, то есть, я сделал неправильно, но я не знал, я не знал, и я сейчас не знаю, взял бы я на себя или нет такую ситуацию. Может быть, человек еще может день-два жить, я понимал, что он умирает. И взять на себя решение такого вопроса я не мог. Может быть, сейчас бы взял, а может быть, бы тоже нет. В это время человек очень мебульбальный. И главное, я до сих пор не знаю, я не врач, я не знаю, каким образом надо решать такой вопрос. И БПА, что сбыл Хьюв вызывать скорую, по-простому. И еще один раз, когда у моей дочки Ирины после операции гланды, простейшей операции, я был в синагоге, учился на шестой день после операции, прибегают дети, говорят, что срочно беги, там у Ирины. Я, короче, прибежал, она сидит на полу, и в тазик течет из горла кровь в очень большом количестве. Как там останавливаться, я даже близко не представляю. Я взял телефонную трубку, чтобы вызывать амбуланс. Скоро, и в этот момент какой-то комок у нее выпал, она говорит, а, говорит, перестала. Я так и не успел набрать номер, я положил трубочку рядом с телефоном, поскольку на телефон нельзя. Дождались до конца шабата, и все, потом в МРШН утром мы поехали к врачу. Тот сказал, что надо было ехать в шабат, потому что это кровотечение могло повториться в любую минуту, но вы выиграли тем, что не поехали, все хорошо. Три раза, которые я нарушил шабат, или хойра, человек обязан это делать без всяких мыслей, и идти советоваться нельзя, и так далее, и так далее. Но на моей практике большая часть случаев, которые бывают, непонятно это, пикоах нефиш, не пикоах нефиш, и очень трудно решить этот вопрос, и это проблема. Но говорит Гемора, что человек, который идет к Раву советоваться, он как шафех дамим, он как проливающий кров, и Рав, которому ходят советоваться, тоже как шафех дамим, тоже как проливающий кров. И Гемора задает вопрос, не Гемора, а комментатор, решение. А при чем здесь Рав? К нему пришли задать вопрос, что он мог сделать? Ответ на вопрос, что он должен был заранее сказать эту галаху во время дроши, и то, что он не сказал, за этого его ругают, до того, как пришел вопрос. Так вот, объясняет Гагро, что когда Крафтанхуму пришли с вопросом, тушить пожар или нет, пожар, в котором был Пико Ахнефиш, спасение человеческой жизни, можно такой пожар тушить или нет, он не хотел, чтобы он был шафех дамим, чтобы он был как проливающий кровь, поэтому он начал Агаду. Наверное, он вначале ответил на вопрос беги туши, а потом уже собрал людей и начал Агаду, для того, чтобы все собрались вокруг него, для того, чтобы он мог всем сообщить галаху, что во время Пико Ахнефиш, Пико Ахнефиш, Даха Шаббат, и нельзя спрашивать, надо тут же это делать. Но понятно, что после того, что я рассказал, нужно понимать, что не все, что я, как бы, немножечко такой вот идиот, не все является Пико Ахнефиш. Есть какие-то вещи, которые человек может понять, это Пико Ахнефиш или нет, и какой-то минимальный запас знаний может быть у человека, для того, чтобы понять, где есть спасение жизни, а где нет. Но, не знаю, когда возникает вопрос, решить это всегда очень тяжело. Но, во всяком случае, на моей небольшой практике. Окей. Так вот, это Таам Раби Танхума. И продолжает, Шлама Амеллахи говорит, «Вадавар бейто, шугуб измано». И та вещь, которая случается вовремя, насколько она хорошо, что тогда человек радуется всему труду, которым он трудился, что ему задали вопрос, он мог точно ответить, и либо вовремя, либо до того, как он возник, так как мы объяснили все эти ситуации, насколько это как бы удачно, что такое может произойти. Теперь, здесь есть одна ссылка, которую дает Гаон, которую надо посмотреть. Я еще раз зачитываю Гаона в начале комментария. Он говорит, что радость для человека, когда его уста знает правильный ответ. Имеется в виду, что хохма, она помогает хохаму, и она работает в двух направлениях. Это то, что он говорит. И ссылается, Гаон ссылается на пасук в Кагэлите. Кагэлит – это тоже творчество того же одноименного автора Шлама Амеллахам, где он пишет в 7 главе 19 предложение. Хохма будет сильнее помогать мудрецу, чем 10 шалит, как перевести, управляющих, как властителей, которые были в городе. То есть, хохма помогает больше, чем 10 видов власти, которые существуют в городе. Значит, здесь, в Шлама Амеллахунас, в Мишли, он говорит немножко с другой стороны. Он говорит, что когда человек знает, что ответит, то есть, у него есть такое количество мудрости, что он умеет ответить на вопрос, то это помогает в двух ситуациях. Когда он просто знает ответ на вопрос, например, для себя, и когда он отвечает для других людей, когда они в этом нуждаются, или заранее сообщает то, что может им понадобиться. Здесь же, в Кагэлите, в Шлама Амеллах рассказывает уже не про ответ мудреца другому человеку, как в Мишли, а про то, когда человек сам знает ответ на свои вопросы. На самом деле, это и есть первый вид хохмы, о котором говорит Шлама Амеллах в Мишли. Когда Гагро говорит, что первый вид хохмы, первая радость о хохме, когда у человека есть ответ на тот вопрос, который существует. Второе, когда он может вовремя ответить другому. Первое, когда он может ответить сам себе. И вот на эту тему приходит Кагэлит и говорит, я сразу же зачитываю Мальбима на этот кусочек. Мальбим говорит, что хохма, она помогает мудрецу больше, чем 10, она сильнее для мудреца, больше, чем 10 властителей, которые властвуют в городе. Город, это пример, которым определяется тело человека. Городом называется человеческое тело. И это будет сказано в другом месте Кагэлита прямым текстом, что тело человека называется Ирктана, маленький городок. И известно, что есть 10 сил нечистоты, соответствующие 10 силам к душе, которые существуют. И они составляют 10 сферот, 10 сферот, я Мальбима читаю, 10 сферот, как существует 10 сферот к душе, мира Ацилус, так существует 10 сферот мира Клепот, мира Тумы, мира нечистоты. Естественно, они одна напротив другое, но у них разные цели, и работают они по-разному. И у человека есть 10 сил, которые очищают его от этих 10 Клепот, 10 сил нечистоты, и эти все 10 сил человека, они находятся к душе. И если, не дай бог, человек тумит Тумой, вот этой вот нечистотой, и назикиным всякими, и так далее, то есть эта душа затумляется той Тумой, той нечистотой, которая есть, тогда это называется состояние, когда над городом, маленьким городом, властвует Есер Гора, то есть эти 10 сил Тумы, которые являются Ра, которые являются злом. Или скажем, что 10 посланников, это 5 внутренних ощущений, 5 внешних ощущений, которые есть у человека, про которые говорят, что говорят составители разных личных книг, что они властвуют над человеком. Вместе это 10 ощущений, 5 и 5. И здесь сказано, что даже если они все начинают управлять, то есть они победили 10 сторон к душе, 10 сторон святости человека, то во всяком случае, до того, как я это скажу, одну секундочку, я думаю, что все, или почти все знают Медраж, что когда Маше Робейн находился на горе Синай, то получал Тору, то каждый из ангелов дал Маше подарок. Ангел каждого народа дал подарок Маше Робейну за то, что сейчас Амисраэль получает Тору и весь смысл существования ангелов. Это связывать Всевышнего с Нижним миром. И они это могут делать только когда Нижний мир имеет право и обязанность на существование путем Торы. Поэтому, для того, чтобы связаться с Маше Робейн, связаться с миром, нужна Тора. И ангелы будут существовать постольку, поскольку в мире существует Тора. Поэтому, когда Амисраэль приняли Тору, сказали на Асева Нишма, то в этот момент каждый ангел захотел дать подарок. И говорит Медраж, что Малахамавит, ангел смерти, тоже дал подарок Маше Робейну. Какой подарок Маше Робейну дал ангел смерти? Он сказал, как можно остановить смерть множеству людей, не только одного, но множеству людей. Каким образом это можно сделать? Путем воскурения к Торот, который воскуряется на жертвеннике. К Торот обладает свойством, что они останавливают смерть. В К Торот в них входит Эхадасры, 11 симамоним, 11 ингредиентов, которые написаны в Сидуре, которые мы молимся минимум один раз в день. Петум акцорет кейцат, каким образом составляется вот эта смесь, которая делается К Торот. И вот эти 11 ингредиентов, они соответствуют 10 силам Тумы, 10 сферот, которые мы только что читали в Мальбиме, плюс еще один, который является включающий все, который завершающий, делается больше, чем 10. Больше, чем 10, уже ничего не может быть. 11, которые становятся больше, чем 10, это уже Тума Гмура, это уже 100% Тума. И этот вид Тумы это уже 100% Тума, которая полностью побеждает к душу, ибо Паштус на простом уровне от этого уже нету возврата. И поэтому для того, если нету возврата, то смысл жизни человека утращивается, и, соответственно, он попадает к ангелу смерти. И ангел смерти, Маллах Амавит, дает Маширабейну подарок, что эти 11 видов Тумы можно ликвидировать с помощью 11 симамним к Торос, каждый из которых соответствует одной из сферот к душе, и, соответственно, это аннулирует, битулирует и приводит в состояние, когда ангел смерти не может войти в это место. Теперь, здесь, это то, что Маширабейна получила, и Арон однажды воспользовался этим по распоряжению Маше во время одной из магифод, одной из эпидемий, которая была. Теперь, здесь он говорит, что у Шламова Мелаха был еще один патент, не тот, который Маллах Амавит дал Маше, а есть еще один патент, а именно, в тот момент, когда, правда, здесь сказано не 11, а 10, все 10 кахот Тумы полностью обладевают к душе, полностью ее битулируют, аннулируют, и в этот момент Лихойра, на первый взгляд, никакого выхода из положения нет, все, кранты, полностью. Если хотя бы один из них, одна сторона к душе остается, то понятно, что можно выбраться, но если ничего нет, то как можно выбраться? Отвечает здесь Мальбим, что это и есть то, что говорит Шламу Амелах. Тем не менее, хохма, мудрость, она та осла хохам, она поможет хохаму леватель аннулировать всю Туму, которая была, все 10 сил. И также, Тева, которая составил, Всевышний, сделал для Ецер Гора, и Цер Берешит сделал такое, что в каждой нишаме, в каждой душе, у каждого человека, есть возможность вернуться к Чуве, несмотря на то, что он сделал уже расшаидство, дошло с самой верхней ступени, до того, что все 10 сил Кахот Тумы властвуют над человеком. Даже в этой ситуации хохма может дать возможность человеку сделать Чуву и есть выход из положения. Это то, что здесь говорит Мальбим, так он объясняет этот пасук. На этот пасук Кагелита ссылается Шламу Амелах, и давайте посмотрим, как получается чтение пасука Мишли в соответствии с тем, как Гаон соединяет эти два пасука. Говорит Шламу Амелах в Мишли «Сим халыиш баманепиф» есть радость у человека, когда у него есть ответ на любой вопрос. Дальше он говорит вопрос вовремя и не вовремя. Это мы сейчас оставим вторую часть. Первая часть объясняет Гаон, что хохма, она придает силы мадрецу, такую силу, что у нее есть радость в двух направлениях. Первое направление, что он лично знает ответ на те вопросы, которые происходят, и второе, что он может дать ответы тому, кто спрашивает вовремя, в праздники, например, и так далее. Но первая часть радости, которая у него есть, в том, что у него есть ответы на те вопросы, которые у него возникают. Ответы, которые у него возникают, у самого человека, возникающие вопросы, Это и есть 10 кахот Ецар-Гары, про которые говорит Шлова Меллах в Кагелете, и говорит о том, что хохма даст мудрецу силу больше, чем 10 властителей Ецар-Гары, Тумы, которые находятся в городе и которые завоевывают город. Мудрость может исправить и помочь этому. И что такое мудрость может исправить? Мальбим объясняет, что это хазараба Шлова, что мудрость может дать возможность человеку сделать Шлова. И второе, что сам факт того, что человек владеет, находится на уровне знаний Торы, несмотря на то, что у него есть Авера, в некоторых Аверот не работает против человека, у которого есть знания Торы вообще, независимо от Шлова. И это два пшата, которые даются в этом пасуке Кагелета. И это то, о чем мы сейчас говорим, о том, какая радость есть у человека, когда у него есть ответы на вопросы. Радость, что он знает, как вернуться к Шуе. Таким образом, давайте попытаемся сейчас соединить предыдущий пасук Мишли и этот пасук. То есть, суким под номером 22 и 23. 22-й пасук говорит о том, что человеку нужно советоваться с мудрецами, чтобы знать, какую дорогу выбрать. И 23-й пасук говорит, что человек, который обладает знаниями ответа, его уста могут ответить на вопрос, у этого человека есть семха. Ответ на вопрос можно дать как себе, так и другому человеку. Это два вида ответов на вопрос. Но в любом случае семха, которая получается, она связана с тем, что человеку хахам, это человек, который своей мудростью Торы может приобрести знания и познать, как вернуться к Торе и как пойти под Эре Гошем. Теперь, поскольку мы об этом заговорили, а мы как бы совсем накануне Йом-Кипура, то нужно коснуться такой накуды маленькой. Что такое, что имеется в виду, что человек, которым владеют 10 видов, 10 уровней тумы, 10 уровней нечистоты, которые полностью владеют человеком. И то есть 10 сферот к душе, святости, они полностью подчинены вот этой вот туме, этой вот нечистоте. Каким образом этот человек может выйти из положения и может подняться и сделать шоу? Шлом Амелла говорит, как объясняет Мальбим в Кагелите, что несмотря на то, что человек погряз в этой туме по шею, тем не менее у него есть какой-то грехитимца, какая-то возможность сделать шоу, чтобы человек не думал. Шлом Амелла говорит эту фразу, чтобы человек не думал, что после того, как он находится так низко, у него нет возможности вернуться. Возможность вернуться всегда есть. Почему эта возможность вернуться есть? Мальбим это пишет очень так, между строк, но достаточно ясно. Он пишет, что потому что так Едбия спрятал, установил Ецер Берешис, творец Берешита, творец начала, в силу Нешамы, силу души, что она могла бы вернуться, даже если он уже дошел в своем расшаительстве, в своем нечистивце, до точки. Я сегодня, не важно сейчас по какой причине, Раф Зильбер, Раф Бенцин Зильбер давал ему хамиши какой-то урок, и в конце этого урока сказал некоторые, на мой взгляд, непонятные хедуши с Мобита, он, правда, сегодня тоже сказал, что он его до конца не понимает, этого Мобита, но я пытался найти этот Шува Мобита, вместо этого нашел Шува его сына, потом Мобита я тоже нашел, нашел Шува Магарита, который задан был такой вопрос. Бейз Дин пришел дяденька, который сказал, что он хочет сделать Шуву дяденьку, были Макзеким, он был бы Хескос, его считали, совершенно полноценным, верующим, праведным человеком, никто его, при него ничего плохого не делал, он сказал, что вот он сделал какие-то овероты, хотел бы вернуться к Шуве, что ему надо делать. Бейз Дин, неожиданно для меня, сказал, что он не может ответить на вопрос, это была история, он пришел в Бейз Дин посоветоваться. Они сказали, чтобы ответить на такой вопрос, нужно знать, какие именно оверот он делал. Он сказал, что оверот занимался три года. Первым годом он занимался разбоем на большой дороге, включая убийство, много убил, в том числе евреев. Второй год он занимался соблазнениями и насилованием тетенек замужних. Третий год он служил в Айди Зори. А все это никто не знал, при этом все его считали праведным человеком. И вот сейчас он хочет сделать Шуву и интересует, как делать Шуву. И длинная Шува-Магарита по поводу того, как надо правильно делать Шуву в этой ситуации, и где он использует, приводит то, для чего я туда полез. Приводит Махлокис, по его мнению, есть Махлокис, Робейну Йона и Рамбома на некоторые вопросы, и так далее, и он начинает отвечать этому человеку, как надо правильно делать Шуву. Но Бейз Дин пришел, вот эти даяни пришли к Маориту посоветоваться, потому что они Бейз Дин города, они Рабаним, но они несколько ошалели от этого вопроса. Я их понимаю так вот по-человечески. И они не знали, что ответить, потому что написано, что человек, который пришел к замужней женщине, он запретил ее мужу, и это исправить нельзя. Это Маавадша и в Шарлеткон. Это мерзость, которую нельзя испортить, исправить. Так что теперь дает его Шува и так далее. Человек, который шафах дам, убил еврея, восстановить его, он сделал Шува, но еврей не оживет, а он убил не одного, а нескольких и так далее. Короче говоря, они пришли с вопросом, что ему сказать. И Маорит начинает отвечать, и довольно длинно это делает, но суть его ответа сводится к тому, что нет ни одной авейразы, которая Шува бы не помогла. Единственная авейраза, которая не помогает Шува, это Хилу-Ля-Шем, осквернение имени Всевышнего, где Шува вместе с Йом-Кипуром, и лжеклятва именем Всевышнего, то же самое, где Шува вместе с Йом-Кипуром подвешивают, и всю жизнь у человека будут и сурим, который ему нужно вытерпеть, испытания, несчастья, которые нужно выдержать, до дня смерти, а смерть заканчивает искупление. Когда человек умирает, момент смерти делает полное искупление, человек получает полный Хил и Кваламаба и так далее. Если он действительно сделал Шува и остался в Шуве от начала до конца. Но ни одна авейра не бывает так, что Шува может быть вместе с днем смерти, но Шува Йом-Кипур плюс день смерти, давайте замахмирим как можно, но тем не менее она все равно спасает и убирает эту авейру. Это то, что пишет Маорит. И Мальбим здесь объясняет, каким образом срабатывает такая Шува, как вообще это может произойти. Мальбим не входит сейчас в детали, каким именно авиарот он сделал. Это больше подходит к вопросам и ответам, когда задают какому-то раву вопрос, я сделал то-то и то-то. Мальбим сейчас исходит из того, что сделали авиарот человека. Он сделал авиарот в таком количестве, в таком качестве, что все десять сил, савиарот к души, с которыми соединен святости, с которыми соединен человек, они стали затумлены, они стали испачканы, и душа из них пропала и осталась тума. Как в таком случае возможно сделать Шуву? Говорит Мальбим, что в человеке, в человеческой душе, всегда, как Кодыш Баругу, запрятал такой уровень, который находится выше, чем любой бгам, любой изъян, который может сделать любая авиара. То есть авиара, преступление, которое делает человек, оно затумит, запакостит, заиспачкает, не знаю, как это говорить на любом из языков, такие уровни и свирот, и уровни души, что все станет таме, все станет нечистым. Но всегда останется одна накуда, которая находится выше их, для которой грех, бгам, изъян не может дойти технически. И то же самое в мирах и в мире Всевышнего, и во всех мирах, которые построены Творцом, какую бы авиара мы ни сделали, мы можем испачкать и испортить столько, что нам даже близко этого не придумать, поскольку мы не знаем даже примерно, что мы портим во время авиара, который мы делаем. Но это страшно, то, что мы портим. Но при этом всегда останется накуда, до которой наша авиара не может дойти. Поэтому чува человека – это соединиться с этой накудой, в которой он не сделал бгам, а все остальное аннулировать и превратить в ноль. И в этой ситуации из этой накуды, до которой не дошла авиара, человек как бы рождается заново. Чува – это новое рождение человека фактически. Ему даются дополнительные силы, он становится совершенно новым. Я, конечно, понимаю, что у нас сегодня Йом решен, а Шаббат был вчера. Но тем не менее, вчерашний Шаббат, который у нас прошел, он назывался Шаббат Шува, Шаббат Возвращения. И почему такое название дали? Потому что это Шаббат перед Йом-Кипуром, и он находится в 10 дней от Шувы. Поэтому Шаббат, связанный с Шувой, назвали Шаббат Шува. Но на самом деле, в этот Шаббат есть силы вернуться значительно больше, чем во все будние дни, включая сараемые тшувы, 10 дней тшувы, будние дни. В принципе, тшуву человек может сделать любой день, в любой час, когда бы не было и как бы не было. Но есть определенная сиута дешмая, помощь Всевышнего, когда тшува, дни, которые более, как бы, относятся к понятию тшувы, когда тшуву сделать легче, и она более высокого уровня. Это осараемые тшувы, это 10 дней между Йом-Кипуром, разрешенной Йом-Кипуром. Но Шаббат с этих дней, он находится на еще большем уровне, и тшува Шаббата, она ниже, чем тшува Йом-Кипура, но тшува Шаббата, она, ну, в какой-то степени приближается к тшуве Йом-Кипура. Почему? Потому что, я еще раз повторяю то, что сказал Мальбим, на самом деле, это не то, что это хедуш Мальбима, Мальбим просто объяснил, что имел в виду Шламамеллах в этом пасуке. С этим согласны абсолютно все. Что само понятие тшувы, это когда человек оставляет все свои оверот, умножает себя на ноль, делает из себя ничего, как бы умирает и творит свою новую душу, а кодэш-брагу ему, творит новую душу, из той накуды, из той части души, докуда не дошел грех. И это уровень, когда из Нышамы, верхней Нышамы, спускается к нам свет и освещает все, и все оверот аннулируется с аннулированием того, что было, и человек как бы рождается заново. Бальшува – это в какой-то степени человек, который заново родился. Подобно этому сказано, что Гер Шенит Гер – это как тенок Шеналат. Гер, который сделал Гер, это как ребенок, который народился. Это новая сущность. То же самое Бальшува. Но для того, чтобы человек сделал шуву, ему нужно суметь соединиться с этой частью своей верхней души. Техника этого написана во всех книгах от Шуви, не входя в детали. Это основные три или четыре вещи, которые есть. Это уровень, когда человек расстраивается по поводу того, что он сделал, принимает на себя, что больше он ничего подобного не совершит, ни при каких условиях, оставляет этот хэт. Третье – это оставляет грех. Он сейчас не грешит. Третье – давайте еще раз. Первое. Он расстраивается по поводу того, что он согрешил когда-то. Он сейчас не повторяет этого греха. Он принимает, что он его не повторит никогда в будущем. И последнее, что он делает виду и говорит словами «я сделал то-то и то-то». Я сейчас не даю урок под Шуви, поэтому мы не будем сильно на этом останавливаться. Но состояние, когда он делает все эти четыре вещи, Рабейн Иоан их формулирует как три, он объединяет азиватхет – оставление греха с кабала-ла-атит, с принятием на будущего. Когда человек принимает на себя все эти вещи, делает все эти вещи, то тем самым он соединяет душу с верхним корнем своей души, до которой не дошла Авера, и Акодыш БРУ соединяет и принимает Шуву, делает, как будто бы он рождается заново, и этой Шувы как будто бы нет. Это верхний уровень Шувы, который возможен. В Шаббат человеку спускается дополнительная душа – Нешома и Тера. Эта дополнительная душа спускается со значительно более высокого уровня, чем та душа, которая находится у человека в будние дни. Этот вид души до нее не просто не может дойти Авера, она действительно не может дойти, но она не может дойти настолько, что к душе святость, которая в ней остается, она превышает любой другой уровень святости, который есть в будние дни души, которая есть. Она спускается из Всевышнего с очень высоких свирот, я не буду входить в какие, и человек, который в Шаббат пытается сделать Шуву, он соединяется с этим видом души, которая дополняет обычную буднюю душу человека, и в этот момент его Шува становится сильно более высокого уровня. Шува Емкипора – это еще более высокого уровня Шува, которое, может быть, и надо было рассказать перед Емкипором, но я не думаю, что я в это должен сейчас входить. И получается ситуация, что когда человек говорит, поскольку мы как бы должны, наверное, говорить Баиньяна де Йома, тем более, что этот пасук говорит, что одна из радостей, которому есть что сказать, это то, что он говорит вовремя какие-то вещи, в празднике говорит то, что соответствует этому празднику. Рашла Муамеллах решил нам это сообщить именно на этом занятии, то, наверное, я могу это использовать и сказать в это занятие. Еще раз, есть радость у человека, который знает, что отвечать, который знает, то есть у него есть знание правильности того, что происходит, тем более, если он происходит в нужное время. Так вот, человек, который знает, что происходит, знает, как работает Шува и знает, что такое возвращение к Шуве, особенно если это происходит перед Емкипором, два дня до Емкипора, это вообще, по идее, надо только об этом и говорить, только о Шуве, то в этот момент, когда человек это делает, он наполняется радостью, поскольку знание, хахам, который понимает, как может сработать Шува, он понимает то, что говорит Шлома Муамеллах в Кагелите, что даже если человек находится в состоянии полного падения, и десять шлитим, десять властителей властвуют над ним, десять сил тумы властвуют над ним, и десять сил души не могут властвовать, то всегда есть еще одна, фактически это есть одиннадцатая, о которой я говорил раньше, до которой не может добраться ничего, в терминах сферот это называется сфера кетер, корона, которая находится над человеком, туда никогда, ни при каких условиях, никакая тума не может забраться, в твоих шатрах Всевышний не находится ра, не находится зло, и таким образом, когда мы соединяемся с этим, вот непостижимо чистой частью нашей души, то в этот момент мы возвращаемся к Шуве, а путь остался один и тот же, путь понимания того, что мы должны оставить Авейру, переживать по поводу того, что мы ее сделали, и последнее, это то, что мы должны принять лаотит на будущее, что мы не вернемся к этой вере никогда. Лошон Рамбома в этом месте, все-таки уделю несколько слов Шуве, потому как нельзя пропустить это, Лошон Рамбома во втором перике Галахо Шува, Галахо Бейт, Рамбом пишет, вначале он пишет, кто такой Бааль Шува, Гамур, стопроцентный Бааль Шува, а потом он пишет, что есть человек, который не Бааль Шува, но Шува у него засчитывается. Бааль Шува – это человек, который сделал Авейру, потом он оказался в том же месте, в такое же время, и у него те же самые силы. Он приводит пример человека, который мужчина, который нитка запрещенной женщины, ему женой женщиной жил, и вот он делает Шуву по поводу этой запрещенной связи, и он оказывается в том же месте. Она ему так же нравится, как раньше. И у него те же самые силы. Он не глубокий старик, а как был 20-летним, так и остался. И та же Ецергора, и он удерживается и не делает этого, то это Бааль Шува Гамур. А что такое простот Шува, говорит Рамбом? Простот Шува – это когда человек оставляет свой хэт, он говорит, хорота у него была, раскаяние по этому поводу, он оставил грех, он принимает, сказал, ведуй, что я сделал то-то и то-то, и принимает, что он в будущем ни при каких условиях никогда не совершит этот хэт. И дальше написаны довольно страшные слова на самом деле. «Ваяид Аллаф, Йодея Алламот». И будет свидетельство об этом тот, кто знает все скрытое, то есть Всевышний. Баре Аллам, Творец Мира, свидетельствует Аллам, что он действительно Кибель, и он действительно не сделает больше этой Аверы, несмотря на то, что он не оказался в этом месте в это время, то тем не менее это засчитывается как Чува. Но он не Бальд Шува. Бальд Шува – это тот, кто это испытание пережил еще один раз и выстоял в нем. Человек, который сделал Чуву – это колоссальный уровень, но он не уровень Бальд Шува. Это человек, про который свидетельствует Всевышний, что он больше никогда не вернется к этой Авере. Это Лошон Рамбома. Магарит, которого я вчера читал и сегодня, он уточняет, что Робейн Иона халек на это. Робейн Иона спорит с этим Рамбомом. Робейн Иона махмирит. Он говорит, что недостаточно, чтобы Юдея Аламот, тот, который свидетельствует обо всем мире, Хакодыш Баругу, чтобы свидетельствует, что он не сделает больше этого греха, этого недостаточно, говорит Робейн Иона. Он должен сделать действие, чтобы отдалить себя от этого греха. Я приведу какой-нибудь пример, первый, с которым мне сегодня пришел в голову, но какой-то. Когда, например, человек не встает на шахрис с утра, проспал один раз за год, он проспал в шахрис. Почему? Потому что он взял вот такое вот, я не знаю название, я могу ошибиться, смартфон, я правильно говорю? Есть такая штучка, да? Вот какой-то вот мобильный телефон, в котором есть куча всяких связей с играми и так далее, и ночью, вместо того, чтобы лечь спать, а я видел, как это происходит с ребятами молодыми, особенно взрослые реже этим занимаются, находился либо в соцсетях до двух часов утра, либо до того же самого времени, какую онлайн-игру играл. Я некоторое количество слов знаю, я не очень точно понимаю, что это значит, поэтому я могу глупо сморозить, но вот человек, который до двух часов утра это делал, и из-за этого один раз не встал на шахрис. Если он сделал чуву, стопроцентную чуву, и Хакодышбару узнает, что больше так не произойдет, и он больше не проспит ни разу шахриса, это не является чувой, говорит Робейн и Йона, так учит его Магарит. Чува будет, когда он сделает действие для того, чтобы избавиться от того несайона, который у него был. Например, уберет этот телефон так, чтобы его больше не было. Или что-то подобное. Робейн и Йона, по мнению Маарита, очень махмир. Рамба макель в этом. Рамба вам облегчает в этом вопросе. Я привел пример телефона просто потому, как, чтобы далеко не ходить, сегодня не все представители нашей Ишивы встали на шахрис, и у Сминьяна была задержка. Именно по той самой причине. Поэтому я сейчас привел именно этот пример. Но понятно, что таких примеров может быть бесконечность. И тот, у кого нет испытаний с мобильником, у него есть еще миллион испытаний с разными другими вещами. И Рамбом и Робейн и Йона будут здесь по-разному учить эту сугью. Если идти по Маариту. Раф Гутнер учит это Махлок с Рамбом и Робейн и Йона иначе, но по Маариту именно так происходит. Теперь. Этот человек Ле Куле Алма, по всем мнениям, он не называется Бааль Шуа. Поскольку он... Но! Кем он да называется, что он сделал Шуа Гмура? Он сделал стопроцентную Шуу. Для этого по Рамбому, который Макиль, нужно, чтобы о нем свидетельствовал Творец Мира. Это не хило, я вам скажу, такое свидетельство. Хорошо бы, чтобы такое хоть когда-то произошло. Уровень, который очень трудно себе представить. Так вот, говорит Шлом Амелых, что человек, у которого есть хохма, несмотря на то, что все, что он сделал, он затумил все свои виды к душе, которые у него есть. Все десять. Но всегда останется еще один верхний одиннадцатый, который, и это семан одиннадцать видов кторота, семамним кторот, которые приходят и спасают от Мала Гамавита. То же самое от Ангела Смерти. То же самое этот одиннадцатый уровень к душе всегда остается. И как только мы с ним соединимся и постараемся это сделать путем чуа, о котором мы только что говорили, то, ну, всегда есть выход из положения, это то, о чем говорится. И это хохам, который умеет лаонот вовремя. Человек, который умеет, мудрец, который вовремя умеет дать ответ самому себе на те испытания, которые приходят к нему. Это первая радость хохама. И вторая, говорит Шлом Амелых, так агроучит. Когда он может обхохамствоваться и сказать правильный ответ не только себе, но другим людям в то время, когда они в этом нуждаются, или до того, как они начнутся в этом нуждаться. Вот такой вот получается пшат этого пасука. Следующий пасук, говорит, 24-й, говорит так. Так, путь жизни благоразумного вверх, чтобы уклониться от происподней внизу. Вроде как все понятно, но, к сожалению, альбом здесь много написал. Он говорит, что Орех Хаим – путь жизни. Он вектор, который идет наверх для умного человека, для того, чтобы он свернул и не попал в Шауль, в Гейном, который находится внизу. Маскиль, грамотный человек, Ицаен Ла Ацму, он должен для себя нарисовать, что Дерих Хаим – дорога жизни, она идет кверху, а дорога к смерти, она идет книзу. И несмотря на то, что тяжело все время подниматься и легко спускаться вниз, тем не менее, когда, и тем более, когда сила земного притяжения, природного притяжения к телу, она помогает спуститься вниз. Ицаен Ла Ацму, поскольку Ф равно МЖ, если вы помните. Но Али Яла Мала – подъем кверху. Она против. Это вещь, которая противостоит силе притяжения. Тем не менее, когда ты знаешь, что если ты начнешь все время спускаться, то спустишься глубоко-глубоко до Гейнома, то, безусловно, человек начнет напрягаться и со всех сил, чтобы подниматься, а не падать. И также разумный человек, он понимает своим разумом, что сверху находится дорога жизни. Имеется в виду, что подъем он приведет к дороге души и дороге разума, корень которого находится наверху. И там он достигнет вечной жизни. И он будет стараться для того, чтобы подниматься по этому лестнице разума, для того, чтобы не прийти к тому, чтобы прийти вместе со своим телом к состоянию свободного потения. Вот. Это то, что говорит нам Шламоамеллах Лфимальвим. Гаон Мивильно. Он очень коротко комментирует этот кусочек, и он говорит, что человек называется идущим. Ангел, он всегда стоит, поэтому все медроши говорят о том, что у ангела одна нога. И в Йом-Кипр, когда говорят, у нас нет сейчас времени, мы не будем этого обсуждать, но человек в Йом-Кипр, он немножко напоминает ангела, поэтому он без обуви, потому что обувь нужна, чтобы ходить, а в Йом-Кипр мы стоим, мы не ходим. Поэтому ему не нужна обувь, в образном смысле. Но человек, он должен постоянно двигаться, постоянно ходить со ступеньки на ступеньки. И если он не поднимается наверх по ступеням, то он автоматически спускается все ниже и ниже. У человека нет возможности, кроме Йом-Кипра, когда отдельный день мы не будем обсуждать, у человека нет возможности находиться не в динамике. Без динамики он падает, либо поднимается, либо падает. Одно из двух, и третьего не дано. Поэтому, если невозможно, чтобы он стоял на одной ступеньке, то у него остается либо подъем, и это то, что сказано, дорога жизни, она для мудрого человека, разумного, идет кверху, для того, чтобы он не попал вниз, не спустился и не стал спускаться до Гейнома. Поскольку дороги жизни, она спасает от того, чтобы попасть в Шауль, попасть в Гейнома. В принципе, он дополняет Мальбима всего в одной накуде, а именно элемент, который на самом деле достаточно важен. Он хочет нам сообщить, что человек не может находиться в состоянии стояния, в состоянии стоять. Он всегда динамичен. Вот. На этом мы 24-й пасух закончили. И Байзра Дашем, в следующий раз мы встречаемся, и будем заниматься 25-й пасух. Всего доброго, до новых встреч, и всем пожелание быть записанными, запечатанными в книгу жизни. И хак-самэ-ах-суккот, и всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok